Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, и это 13 эпизод рубрики Смотр, Перезапись. Смотрим сегодня игрушку Epistory, Typing Chronicles, это полноценная игрушка в Стиме, и Перезапись ввиду плохого качества прошлой серии. Значит, есть здесь одиночная игра, есть арена, где набиваем очки, по остальному расскажу немного позже. Итак, начнем мы с леса, посмотрим на все арены и продолжим дальше. Значит, почему происходит Перезапись? Дело в том, что когда я записал видео и посмотрел, оно было хорошего качества. Но когда я смонтировал, сконвертировал и залил, и уже смотрел залитое видео на ютубе, оказалось оно крайне плохого качества, и я решил Перезаписать. Но первое видео я записывал по более ранней версии по Epistory, и там показаны некоторые глюки, которые здесь, в новой версии уже, в лицензионной, стимовской, отсутствуют. Поэтому я решил прошлую версию тоже сохранить, и там стоит смотреть буквально первые минут 10, нет, даже меньше, минут 5 до того, как начинается одиночная кампания. Там будут показаны большие, ну, такие глюки, которых здесь нет уже. Я переключился на молнию. Видим, если внизу экрана посмотреть, есть 4 стихии. Ветер, лед, огонь и искра, то есть электричество. И, соответственно, каждая из них имеет свои свойства. Вот, допустим, я на лед переключился, и оно замораживает противников, останавливая их на некоторое время. Искра, как вы видели, атакует сразу нескольких противников. Но она непредсказуема, потому что бывает, что близких противников не бьет рядом, не бьет противников, которые на разной высоте там находятся, и, соответственно, предсказать ее эффективность сложно. Из всех стихий мне больше всего нравится огонь, потому что он упрощает печать. Он выжигает всегда второе слово, и печатать становится значительно меньше. Поэтому мне из всех стихий нравится огонь. Ой, я думал, что не отображаются стимовские вот эти все значки, но уже отображаются. Так отображаются. Видим ветер, он просто их отталкивает. И тут появились вот отдельные буковки. В предыдущей версии отдельные буковки были на английском языке. И приходилось переключать раскладку, что было неудобно. В новой версии это явно поправили. Также в прошлой версии были такие глюки, когда вот, допустим, жуки приближаются к лисичке и начинают вокруг нее водить хороводь, не уничтожая ее. Здесь всегда вот поражение. Это была первая арена, посвященная 31 октября, дню каких-то там нечистых сил. И, значит, сейчас мы перейдем в основное меню и снова на арену. Чем еще эта версия отличается от прошлой? В прошлой версии всего два уровня. Это лес и завод. А здесь добавили еще дополнительные. И появилось четыре арены. Ну, чуть-чуть больше разнообразия. Лучше получается, значит, играть. Смотрим, здесь же появились... В прошлой версии таких не было. Это существа, которых нужно убивать только определенным элементом. Вот, допустим, желтенький, его можно убить только электричеством. И, собственно, я растерялся, поэтому не успел никак отреагировать и сгрызли. В прошлой версии такого не было. Кроме того, в этой игре-версии также остался глюк, связанный с тем, что нельзя вызвать меню во время арены, во время режима выживания. Никакой кнопкой. Все кнопки перепробовал. Нет, он не вызывается. То есть в арене этот глюк остался. Как видите... Не. У игры остались все те же... Вот я переключился на электричество, пытаюсь храм, но не успел напечатать. Какие... То есть, несмотря на то, что глюки, ряд глюков поправили, тем не менее, в ней все равно еще много глюков в этой игре и плохая оптимизация. Для такой графики игра должна летать мгновенно, но она, к сожалению, тормозит. Вот такие вот ее недостаточки. Как я говорил, из всех элементов самый клевый огонь, но его здесь не всегда можно сделать. И классно, что здесь поправили, здесь уже не надо менять раскладку клавиатуры, когда появляются... Там были и слова отдельные на английском языке в одиночной кампании, и буквы в отворении тоже английские. А теперь здесь гораздо проще. Но появились вот такие, раньше не было. Вот таких длинных слов, достаточно часто встречающихся. И молнии сейчас неудобно. Я бы лучше переключился на огонь. Видите, оно непонятно, каким образом молния атакует. Вот сейчас, например, ударила молнией, вообще никого не задело. А в другой стороне она сразу многих задела. Поэтому она вроде как и классная, но она непредсказуемая. Если бы она работала предсказуемо, ей бы стоило пользоваться точно так же, как и огненной стихии. Моя любимая в этом плане огненная стихия. И сейчас я перейду к своей любимой арене, которая очень понравилась. Это остров. Она визуально смотрится шикарно. Вот, собственно, красивые пляжи. Нападают разные летуны, насекомые. И я включил свой любимый огонь. Давай сжечь их. Музыка мне нравится в этой игре. Отличное музыкальное оформление. Также визуальный стиль. У меня впечатление сложилось, что эту игру, особенно когда одиночную кампанию проходить, эту игру разработали люди, которые увлекаются эзотерикой, медитациями, стилем New Age, слушают вот такую музыку, как Эра, Энигма, которую я тоже много слушал. Потому что построение слов, внешний стиль, они связаны с эзотерикой, они связаны с вот этим стилем нового века. И это клевые, прикольные стороны игры. Есть и другие недостатки, но внешний стиль и музыкальное сопровождение шикарны. Точно так же, как и игровой процесс. Наверное, это один из самых приятных печатников, в который можно играть. Он, к сожалению, не обучает скоростному методу печати, может развить только тот метод, который человек владеет. А так как большинство игроков и людей не обучались слепому методу печати в школьные годы, то у этой игры будет один недостаток. О, появились ледяные твари, которых можно только льдем уничтожать. И, собственно, я сейчас смотрю. А вот огненные червяки, они застряли и никуда не... Какие же здесь сложные слова. Ригоризм. Обструк... Ну, обструкция-то я понимаю. Цугцванг. Что такое цугцванг? Это что-то немецкое. Я сомневаюсь, что в нашем словаре есть такой термин. О, кстати, что в этой части появилось, в отличие от предыдущей. Это вот эти странные... Длинные слова и крайне странные слова. Типа цугцванг. Вот. О чем он? Там дальше еще будут некоторые такие, которые я даже не знаю, что они значат. Если кто-то знает, что такое цугцванг, просветите меня, пожалуйста, в комментариях. Ну, аберрация, это я знаю. Ретродация. Сенсуаль... Ну, сенсуализм, это понятно. Магнитооптика. Крайне сложные слова. И причем они вот так и на этой арене характерно появляются. Я эту игру буду проходить на канале. У меня будет ее прохождение, потому что оно позволяет... Я уже освоил слепой метод печати благодаря другой игрушке, которая обучает этому. И поэтому можно за нее взяться и пройти и получить даже удовольствие. Но для большинства людей, которые не владеют скоростным... Слепым методом печати, все-таки я не быстро печатаю, но слепко, по-моему, за... Стопорился, забыл. А, нет, я просто позволяю. Не-не. Думал, я позволяю, чтобы они меня съели, и я показал бы следующий уровень. В общем, если вы не владеете слепым методом печати, то вы не увидите всей этой красоты и даже пропустите историю. С другой стороны, в этом есть какой-то позитив. Потому что вы будете все время смотреть на клавиатуру вниз и пытаться быстро напечатать разные слова. Игра сложная, особенно для тех, кто не старается, никогда не печатал большое количество литературы и не изучал методы скоростной печати или слепой печати. Причем я владею слепым методом печати, но скорость достаточно маленькая. На соревнованиях, например, которые я видел, там у них скорость печати 120 слов в минуту. У меня, вы увидите здесь, какой результат, но я считаю, кстати, критерий оценки скорости печати в словах в минуту бредовый. Потому что есть слова, вот, допустим, на 4 буквы, есть на 3 буквы, а есть на 10 букв. Если мы считаем в словах на 10 букв, это одна скорость печати. Если в словах на 3 буквы, другая скорость печати. На 2 буквы и еще другая скорость печати. Я считаю рациональным и разумным измедление скорости печати в символах в минуту. И моя скорость печати в символах в минуту 120 символов. Я не понимаю, как это... Если в словах здесь показано будет дальше, то скажу. Я не понимаю, как другие люди так быстро могут печатать. Потому что даже когда попадаются буквально 3 буквы, которые нужно быстро набрать, не получается с большой скоростью печати. Окружают, потихоньку окружают. Но я держусь и вы держитесь. Ах, съели. Но, в принципе, все арены показал. Режим набора очков и соревнований с друзьями тоже показал. Есть таблица рекордов, но там недостаток, потому что там можно только друзей посмотреть. Если смотреть общую таблицу рекордов, там всегда попадутся маньяки с миллиардными очками, которые зашкаливают просто показатель. Вот видим статистику. 22 фактически с половиной слова в минуту. Сколько всего слов набрано, сколько врагов убито. Я бы сказал, эта статистика такая себе посредственная. Во-первых, не видно, как было раньше, как стало теперь. Не видно количество ошибок в процентах. И слов в минуту я считаю плохой критерий, намного лучше именно символы в минуту. Я видел гораздо лучшие статистики. Ну вот, можно поменять профиль в игре. Теперь мы перейдем в настройки. И это одно из достоинств игры. Во-первых, тут даже несколько достоинств. Во-первых, можно поменять языки. Испанский, русский, польский, португальский. Я не знаю, какой. И какие-то два варианта китайского. Не совсем понятно, почему. Потому что один иероглиф, и второй, и той, и той китайский. Почему их два, я не понимаю. Удивительно, что нету французского, нету английского, нету немецкого. французского, теперь я поменял сам язык. И что еще один плюс клювой, это смена складок клавиатуры. Здесь есть кьюверти, азерти, дворак, другие. К сожалению, нету русской машинописи. Я пытался найти в модах это, но, к сожалению, тоже нету. Еще одно достоинство. Смотрите, здесь, во-первых, можно поменять сложность. В начале их было меньше в предыдущей версии, тут теперь, допустим, добавили самый простой, потому что даже на легком, вот я играл на легком, и я обладаю слепым методом печати, и, соответственно, мне было сложно. И есть адаптивная сложность, крутая. Можно зайти в мастерскую и поставить моды. Я смотрел количество модов, их всего 17 штук, и они, ну, ничего там особо полезного и интересного нету. Поэтому, несмотря на то, что есть моды, вот я бы хотел бы очень русскую машинопись, раскладку. Если бы я знал, как сделать этот мод, я бы его сделал бы. Я сбросил одиночную игру, и начинаю вот именно режим истории. Это клевая, кстати, вещь, что игрушка проходима, потому что многие печатники, они представляют только режим вот такой аремы, выживания, где максимум, что есть, это набор очков. И то, часто бывает даже без этого. поэтому то, что здесь есть компания, единочный режим, это, это клево. Это клево. once upon a time, it was the best of times, it was the worst of times, there was a girl, and she wrote upon the back of a great fox, and they were lost. They had always been lost. Вот один из недостатков этой игрушки, это абсурдный сюжет. Вот, допустим, первая фраза, это была лучшая из лучших вре, одной из лучших времен или одной из худших времен. Вот теперь путь ее вел или она вела путь. За какие-то такие, тут есть противоречия. Вот, допустим, она только что говорила, что лисичка и девочка всегда блуждали, они всегда потерялись. И тут вдруг дом. Какое-то противоречие. Вот эти слова, они не имеют никакой логики, противоречат друг другу, и просто стильно звучат, но зачастую бессмысленны. Путь дальше, пошли вперед. А музыка клевая. Она такая релаксирующая, расслабляющая. Напоминает мне занятие тантрой. Цветочки. Вот, кстати, еще интересная фишка. все растительные вещи, элементы, которые нужно печатать, уничтожать в игре, они связаны с биологией. То есть, здесь вот название растений, название каких-то цветов, деревьев, связано с ботаникой. если перейти, там есть камни уничтожаются, то у них зачастую слова идут геологические разные, химического такого толка. Но противники почему-то они не сделаны вот в таком стиле, они там просто случайные наборы слог. Причем, кстати, встречаются даже маты. Типа там лох. Вот это, что за бессмысленность? Что у нас встает вопрос? Что это за вопросы? К чему они нужны? Как это вымораживает. Если бы не было бредового сюжета, вообще было бы блестяще. Ладно, там плохая оптимизация, ладно, некоторые глюки, их тут уменьшили количество, но вот эти бредовые фразы, большинство, конечно, их не заметит, потому что не обладает большинственным методом печати, и, соответственно, будут больше смотреть на клавиатуру, чем на то, что происходит на экране, и меньше слушать сам сюжет, поэтому не будет так бразом. Видите, земля, например, там сундучки открываются, они опыт дают, и, как бы, типа, секретики такие небольшие. Вот смотрите, заграждение, сейчас в рунах таких, мы не можем его напечатать, потому что они открыли один из элементов, огненный элемент, и, походу, мы будем дальше открывать разные элементы. Вот конфетти, допустим, то есть, сундучки, они такие, связанные с темой призов, выигрышев, какого-то сладостей. Это прикольно, почему с врагами так не сделали? Загадочка. Айва. Ох, терпкая штучка. Блин, как давно, я хочу свежие, я ел такую уже полежавую Айву в этом году, хотя бы свежие. Вот, чем больше она вспоминала, тем сильнее она себя чувствовала. Вот это при чем здесь? Я не писатель. Какое это отношение к сюжету имеет? Она что, писатель? Нет, об этом ничего не сказано. Это просто девочка на лисичке. Вроде медитативная игра у меня пригорает от этого. Ну, меня потому что вот в этих медитациях и новом стиле бесит вот этот бред, который они говорят. который просто выносит мозг. Но чувства, с которыми они делают, и музыка, стилистика сама, клевая. Угу. И с неба упала конь. Глава первая. Сигнальные костры. Какие сигнальные костры? Метеорит упал. Давайте скажу... Вот, сейчас важно, еще одно противоречие будет. В смысле, она не знала, что там было. Но она уже не была дома. Как это? Метеорит упал, и она уже не дома, хотя в той же месте. Каким макаром это? Она всегда блуждала, она всегда потерялась и где-то бродила, и вдруг она пришла домой. Она же всегда блуждала. А тут вдруг она уже не дома, хотя она на том же месте. Просто упал метеорит. Как это связано друг с другом? Вот этот абсурд портит игру. Хотя сами фразы стильные. То есть, да, они клевые. И вызывают такие достаточно яркие образы. Ищу снова. Интересная механика. То есть, чтобы здесь что-то напечатать, нужно нажать пробел. А если убрать пробел, то на обычном ВАСД можно бегать. Вы видели ролевую систему? Я прокачал бег в первую очередь и на шифт ускорение. Потому что иначе она слишком медно двигается. Вот смотрите тоже. Она пошла к источнику огня. Ведь если не она, то кто другой? Причем здесь кто-либо другой? А на шо герой? А на шо рэмбо? Отряд спецназа? Или может быть она пожарник? Наоборот. Наоборот. Если падает метеорит в лес и там че-то горит, лучше бежать из леса. Вот, кстати, здесь просто набор букв. В предыдущей версии они были английские. Нужно было переключить раскладку. Здесь уже проще, лучше сделали. Это хорошо. Это мне нравится. это прям успокаивает, после вот этих бредовых фраз. Добро. Эх! Соответственно, собрал опыт, побежали дальше. Слышите на все противоречие логике. Упала в кратер с метеоритом. И дальше пойдут еще недостатки сюжета. Но я буду по ним говорить чуть по мере восхождения. Теперь, наверное, начну подводить некоторые итоги. Да, вот она одна. Во-первых, она с лисичкой. С чего вдруг она одна? Кстати, здесь сейчас едят, и интересно, как просто съели и откатывается назад немножко предыдущие части. Ну, буквально совсем чуть-чуть, там, на пару шагов возвращается назад, и смотрите, вот, сразу, раз эти вещи. Автосейвы здесь сделаны хорошо. значит, кому эта игрушка подойдет? С этого начнем. Подойдет тем, кто уже владеет слепым методом печати, потому что только со слепым методом печати вы можете достаточно быстро печатать, и плюс смотреть на саму игру. Классная интонация, то есть, вы видите, такая жесткая такая строгая интонация пошла. Тоже, это хорошие вещи. Так вот, если вы не обладаете таким методом, то вы не получите такое большое удовольствие от этой игры, вы будете все время смотреть на клавиатуру. Даже легкий режим, это достаточно сложно здесь. Те, того я еще не могу убить, побежал дальше. Поэтому, вот такое ограничение. Хотя, игрушка красивая, с ролевыми элементами, и прочим, и прочим. Вот, смотрите, еще недостаток сюжета. Почему воспоминания из прошлого возникают в толбанной пещере славой, где она впервые оказалась? Такие воспоминания возникают обычно в местах, где она уже бывала. Вот, допустим, если бы она пришла домой, как там сказано и пробежала по лесу, то там было бы нормально. Было бы нормально, чтобы там возникали эти воспоминания. Почему они здесь воспоминают? Полный бред. И не надо говорить, что это нормально такое. Нет, нет, нет. Вот, песчаник, пьес, кварц. Тут многие слова, такие термины, которые я впервые вижу, даже не знаю, они правильны или нет. Интересно подобрали. Расширю свой словарный запас. Вот у нас огненный элемент подобрали и открыли первую стихию. Теперь можем вот эти корни такие огненные выжигать. Кочегар, например, сейчас сундучок решил открыть, а потом пробежаться туда. Значит, описал я к тем, кому это подходит игрушка, и давайте начнем оценку ее достоинств и недостатков. Я всегда начинаю с недостатков и заканчиваю достоинствами, чтобы была какая-то позитивная нота. Давайте начнем с первого негатива. В этой игре нет наэкранной клавиатуры. Вот, допустим, одна из лучших печатников Baby Typer. Смотрите, здесь открылся еще один элемент. Это можно собирать по ходу уровня разные картинки, которые рассказывают об истории вот этой девочки и лисички. Может, там еще что-то дальше будут рассказывать. Но, возвращаясь к недостатку, почему это большой недостаток отсутствия наэкранной клавиатуре? Да, потому что, если бы она была, то можно было бы не отвлекаться вниз и, играя в нее, обучиться слепому методу печати. То есть, она бы дала позитивный эффект. В таком же без клавиатуры, к сожалению, она ничего не... Она позволит только улучшить тот метод, которым вы печатали. Допустим, если вы печатали на клавиатуре одним пальцем или двумя, ну, это разовьет всего лишь максимум вот этой печати. Если вы четырьмя печатали, ну, четырьмя. А вот всей рукой и несмотря на клавиатуру, нет, к сожалению, без наэкранной клавиатуры этому она не может обучиться. И поэтому она с точки зрения обучения печати плохо с этим справляется. Следующий недостаток. Она не обучает печати. То есть, вот допустим, есть игрушки Typer Shark и Baby Type. Они начинают с самых базовых клавиш там. A, O, V, L, то есть руки ставятся на средний ряд и начинаешь потихоньку каждый новый уровень открывает новые буквы. И, соответственно, комбинации становятся больше, 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 больше и привыкаешь к этому методу печати. Здесь, к сожалению, этого нет. Здесь сразу идут полноценные слова, иногда даже очень длинные слова, которые тяжело отпечатать. И для новичков это будет крайне сложно и никакого обучающего эффекта нет. такой минус. Большой-большой минус. Следующий негатив он исправлен. Это то, что нужно переключать раскладки. В прошлой версии был такой недостаток, что попадались английские буквы, английские слова вместе с русскими и приходилось переключать клавиатуру. Сейчас в этой версии я уже такого не увидел, поэтому я о нем скажу, но наверное как недостаток не засчитаю. Ах, съели. Продолжаем перечислять недостатки и глюки и плохая оптимизация это тоже большой недостаток игрушки. Она тормозит при достаточно простой графике. Вот скажем, вот эта графика не особо лучше Сакрета. Такая хакин слэш РПГ типа Диабло. Приблизительно похожая графика, но Сакрет вообще летит молниеносно. А здесь игра умудряется сильно подтормаживать. И встречаются глюки. Их в обновлении стало меньше, но они все равно есть. Допустим, в арене не открывается меню. Его нельзя вызвать просто в режиме арен. И можно встретить, когда лисичка мертвая и начинает скользить по полу. Тоже вот такие странные. Бывали заедания с переключением клавиатуры или с словом, который печатает. В общем, глюки и плохая оптимизация есть такой недостаток. И один из самых бесящих меня недостатков это бредовый противоречивый сценарий. Они стильные, но они противоречат друг другу. Они бессмысленны. Вот, допустим, когда мы подобрали огонь, надо было обратить внимание, там было сказано, что вот она спустилась в пещеру и было сказано, что она почувствовала одиночество. Потом она подошла, взяла огонь и одиночество сгорело. Каким макаром это может быть? Вот вы возьмите огонь, как оно может сгореть? Нет, одиночество может исчезнуть только если появится кто-то, с кем можно поговорить, с кем можно что-то выразить. А само по себе чисто из огня оно не исчезнет. И не может быть никакой такой магии, потому что понятие одиночества одно и то же. Не надо списывать это на то, что это фэнтези. Это на самом деле бред. Типа огонь наполнил ее и одиночество куда-то пропало. Не может быть такого. Она может перестать от огня испытывать страх или еще какие-то чувства. Но одиночество это вообще отсутствие того, с кем можно общаться. А у нее плюс есть лисичка. Поэтому вот такой бред есть у Вот классная игровая механика. То есть нужно зажигать разные лампочки. Разнообразие здесь есть. В принципе все недостатки я перечислил. Перейдем к плюсам. Первый плюс это смена языков. Это клево. Редко встречается в печатниках. Их можно изменять и соответственно печатать на различных языках. Следующий плюс смена раскладок. Это уникальная черта этой игрушки. Я больше нигде не встречал возможность смены различных если был бы плюс. Также к плюсам отнести настройку сложности. Тут как можно легкую, как очень легкую, как крайне тяжелую, так и автоматический режим смены, ну, то есть подбора сложности, автоматический подбор. Это хорошо, это позитивно. Красивый медитативный стиль нового века. Это и визуально приятно, и звучит клево, и фразы такие образные, яркие, это точно стопроцентный плюс. Мне понравилось то, что в игре есть режим истории, то есть она проходима, есть какой-то пускай бредовый, сценарий. Многим печатникам этого не хватает. Ее можно пройти. Также хороший режим соревнования, где можно попечатать, попрактиковаться в скорости печати, и в таблице рекордов посмотреть, кто лучше печатает. Но без обучения это, конечно, не так имеет смысл пообучался, а потом проверил, кто круче. Пообучался, проверил, кто круче. Здесь похуже чуть-чуть. В плюсы стоит занести разнообразие врагов. Они здесь разных видов, по-разному есть механики, есть разных стихий, есть с большими словами, с короткими словами, есть состоящие из множества слов, есть из отдельных букв, есть летающие, ползающие, какие-то горящие, большое разнообразие. Кроме того, здесь другие механики, допустим, там разрушаем какие-то корни, поджигаем факела разные, вот эти вазы, есть разнообразие механики, это, конечно, круто, когда множество чего интересного есть. Также в плюс стоит отнести ролевые элементы и прокачку, которые повышают интерес к игре. Мы можем пройти, посмотреть и прокачаться разнообразно, выбрать, что будет лучше делать наш персонаж, наша девочка. Это клево, это повышает интерес к игре. Собственно, все плюсы я и перечислил. Какая общая оценка этой игры? Предыдущая версия, я ей поставил желтый палец из-за большого количества глюков и бредового сюжета. здесь здесь все-таки глюки поправили, я поставлю зеленый палец вверх. С него стоит играть, можно играть, но только после того, как поиграли в Baby Type и обучились слепому методу печати. Прошу, напишите свое мнение об этой игре, об обзоре, может вы знаете какие-то другие обучающие игры, расскажите о них, я тоже их посмотрю, мне это интересно, а также смотрите другие видео, рубрики смотр и другие обучающие игры на канале. С вами был Playboy Атомный, только революция, только победа.